Со здоровьем сына его, моего внука. То есть информация верная. И она на корректно поставленный вопрос была корректно выдана информация. Вопрос был о здоровье. Такие эпизоды можно было бы отнести к случайным совпадениям, если бы они не повторялись достаточно часто. Новосибирские исследователи столкнулись с подобным на Крайнем Севере. Во время экспериментов по трансляции мыслеобразов между островом Диксон и одноименным поселком на материке. Обе группы располагались в зеркалах Козырева. Что получилось? Синхронность с передачей принимается только примерно одна треть информации. Две трети мы куда-то теряем. Одна треть шла с запаздыванием. Запаздывание проходило в диапазоне 1, 3, 5, 7 часов. Да, по непонятным причинам набор символов принимался с многочасовым опозданием. Создавалось впечатление, что мысленное послание все время где-то хранилось. Но где? Разумного объяснения этому феномену пока нет. Ведь не Бандерольджи по почте пересылали. Но и этого мало. Настоящая сенсация ждала впереди. Не было еще одной трети. А вот эту треть мы нашли, она идет с опережением. Вот с физическим временем мы столкнулись с парадоксом. Передачи еще не было. Даже экспериментаторы не знали, какие образы в предстоящем сеансе будут передаваться. А в приемном пункте эти образы уже были восприняты. Об ошибках речи не идет. Статистика серьезная. Из 105 случаев более чем в трети переданные образы были приняты за несколько часов до сеанса. Получается, что в зеркалах считывались будущие события. Те, которые еще не произошли. Треть зеркал очень велика. И прежде всего в эффекте получения опережающей информации. Вот если убрать зеркало и провести то же самое без зеркал, особенно без зеркал в зоне передачи, то этого не будет. Мы этой части не найдем. Частично будет отмечен эффект запаздывания, опережения не будет. Понимаете, значит, мы столкнулись с эффектом, который сегодня физики, основываясь на квантово-атомном, что ли, варианте, структуры мира, объяснить не могут. И физики утверждают, что это псевдонаука, это не может быть, потому что никогда быть не может. Эти эксперименты мы проводили много раз, много раз. Они продолжаются и сейчас. Считывание будущего. Может, кроме вогнутых зеркал действуют и другие факторы, например, место, где проводятся эксперименты. И тут, наверное, настает момент вспомнить уже знакомого нам Барченко. Его личность и сегодня окружена тайной. Материалы об этом низу рядом человеке и его исследованиях засекречены до сих пор. Известно лишь, что в дореволюционные годы Александр Барченко, помимо изучения телепатии, серьезно занимался проблемами внушения на расстоянии и тем, что впоследствии назовут психотронным оружием. И вряд ли случайно в 1919 году его пригласили в Петроградский институт по изучению мозга и психической деятельности, которым тогда руководил всемирно известный ученый Владимир Бехтерев. По поручению Дзержинского, институт занимался изучением паранормальных способностей человека и возможностей телепатического воздействия на большие массы людей. Естественно, что при таких задачах особый интерес чекистов и ученых вызывала загадочная шаманская болезнь, о которой в районах Крайнего Севера было известно уже не одно столетие. Эскимосы называли ее «зовом полярной звезды», «русские поморы» — «мерячинем». Дореволюционные русские психиатры, хотя и дали этой болезни научное название — «полярная истерия», понять ее причину так и не смогли. Мерячиня представляет собой очень интересное, на мой взгляд, измененное состояние сознания, не болезнь. Это мое личное мнение. Самое необычное в «мерячинье» — массовость. Целые стойбища вдруг впадают в транс. На многие часы, отключившись от окружающего мира, люди механически повторяют одни и те же ритмичные движения, произносят длинные фразы на неизвестных им языках. Они не чувствуют боли и послушно исполняют любые приказания шаманов. Даже самые нелепые и опасные. Многие способны читать чужие мысли, предсказывать будущее и видеть то, что происходит за десятки километров. Академик Бехтерев подозревал, что это загадочное состояние вызывается какими-то внешними физическими влияниями. И для их изучения направил в 1920 году на Кольский полуостров специальную экспедицию. Возглавил ее Александр Барченко. За два года члены экспедиции не раз на себе испытывали приступы «мерячинья». Но удалось ли им выяснить его причины, до сих пор неизвестно. Отчет экспедиции в ВЧК засекретили. Александр Барченко впоследствии был арестован и расстрелян. Вопрос, на который он хотел найти ответ, для нас так и остался открытым. Случайно ли шаманская болезнь, при которой люди получают информацию из будущего, чаще всего встречается в полярных широтах? Если говорить о влиянии географической зоны в приеме информации, в Новосибирске нам никогда не удалось получить опережающее восприятие. Никогда. Это было только, я показывал вам фрагменты на Диксоне с участием двух циркалов. Конечно же, заполярный Диксон был выбран для экспериментов не только из-за вечной мерзлоты. Дело в том, что здесь примерно по 73-й параллели, как считал Козырев, проходит зона парадоксального течения времени. В этой зоне время может изменять свою плотность и направление. Эти параметры не одинаково распределены по планете. И в зоне выше 73-го градуса северной широты время меняет свой ход. И следовательно открывается доступ к информации, нереализованный. Иными словами, на этих широтах легче, чем в других местах, получать информацию из будущего. Точнее, о вариантах будущего. Если это так, то совершенно по-новому начинает звучать загадочная фраза знаменитого Нострадамуса. Север. Это особое место, где встречаются иные меры. Кстати, устройство, очень напоминающее зеркало Козырева, было известно предсказателю еще 4,5 столетия назад. Вот как выглядело так называемое яйцо Нострадамуса. Находясь внутри этого аппарата, великий провидец совершал свои удивительные путешествия во времени. Говорили, что секрет этой конструкции из нескольких слоев разных полированных металлов ясновидящий получил от потомков тайного ордена тамплиеров. Существование невидимой реальности люди верили всегда. Называли ее по-разному. Духовный, божественный мир, космический разум, информационное поле. Многие утверждали, что именно оттуда они черпали идеи и получали подсказки. Во все времена человек пытался проникнуть своим сознанием в этот тонкий мир, в эту вселенную смыслом. Делаются такие попытки и в наше время. Это является одной из наших глобальных задач. Создать с использованием зеркальных систем, некую уже глобальную систему для диалога с космическим сознанием. Может быть правы были мудрецы прошлого, пророчившие нам открытия, которые перевернут наше представление о мироздании. И кто знает, может зеркала Козырева именно тот инструмент, который даст нам новый импульс в познании тайн времени и человеческой психики. Впереди захватывающие перспективы. Имея особые зеркальные установки, исследователи могли бы подключаться к невидимой и загадочной смысловой реальности, где нет привычных для нас понятий пространства и времени. Из этого неиссякаемого источника можно было бы черпать знания о прошлом и будущем, об устройстве Вселенной, о других неведомых нам мирах. Я считаю, что это направление является одним из самых фундаментальных, потому что действительно мы проникаем в тот мир, который живет по другим закономерностям. Ну, это очень плохо изучено. Я очень надеюсь, что когда-нибудь люди будут серьезно относиться к этой проблеме. И кровоисследование расширится. Я думаю, что это новый поиск. Это эпоха новой парадигмы на планете Земля. Мы к ней присоединились, мы углубляемся в меру наших возможностей. Однако работа с информационным пространством несет и немало угроз. Они связаны не только с погружением в неизвестность. Огромная опасность кроется и в дистанционном воздействии на сознание ничего не подозревающих людей. А такие исследования ведутся. Во всем мире они рассматриваются как самые приоритетные. Им присваиваются высшие грифы секретности. Все оружие, все оружие, очень близко к этой проблеме, это не те бомбы, которые вакуумные. Страшнее. Можно мегапорис посадить, понимаете, на бездумье. Сразу. Мы этим не занимались и не занимаемся. Мы-то имеем в виду, что такое может быть. Не хотелось бы быть беззащитными при том, когда эти попытки поднимались бы кем-то. Делаются попытки использовать в военно-политических целях и гигантское планетарное зеркало, электрическую оболочку Земли, ионосферу. Я думаю, что есть фирмы, которые не разглашают эти работы. И надо быть очень внимательным, потому что эти фирмы работают отнюдь не на оздоровление населения. И не надо быть наивным в этом отношении. И те антенны, которые существуют, понимаете, у американцев на Аляске, на Гренландии, это ведь не шутки. Это не шутки. Сознание — великий дар данный человеку. Ученые уже многое познали в этой таинственной области. И все же взаимодействие человеческой мысли с планетарным и космическим сознанием пока остается загадкой. Исследования в этой области без преувеличения носят стратегический характер. У нас же это направление, как в свое время генетика и кибернетика, почему-то до сих пор числится в перечне так называемых лженаук. К сожалению, сейчас очень-очень негативно относятся к многим проблемам, связанным с загненным состоянием сознания. Но в России это пока находится на рубеже вот этой комиссии лженауки, понимаете. Тут тяжелое настроение. Это очень серьезно. Если наука не будет заниматься пространством Козырева и развитием инструментария, не только зеркал, мы очень многое потеряем позитивного в экологии. Но обнаружится очень много страшно негативного. Это очень большая угроза, если мы прозеваем это направление. Мироздание погружено в тайну, великую, непостижимую. И тайна космического сознания может быть самая волнующая из тайн бытия. Кто создал смыслы, которые лежат в основе мироздания? Где они находятся? Что представляет собой информационный мир Вселенной? Как взаимодействует с ним индивидуальное сознание человека? Влекомые тайной мы вновь и вновь ставим перед собой эти вопросы. Полностью решить загадки бытия человеческому разуму вряд ли под силу. Но ничто не сможет остановить мысли следователей, которые стремятся найти ответы не только на традиционные для науки вопросы «что» и «как», но и «почему» и «зачем». Субтитры создавал DimaTorzok